Доброе утро! В эфире новости моей Удмуртии в студии Марина Баль. В начале выпуска о некоторых темах коротко. Сегодня на Ижевской набережной будут танцы на траве. Начнется праздник с флешмоба. Всех желающих поучаствовать приглашают к пяти часам вечера на спуск от Монумента Дружбы Народов. Поп-Нейр пройдет под этнические мотивы. Хедлайнером заявлены группа Чебеляй и Панамский канал, а также проект Молодежная Вечерка. В Ижевске выберут самую рыжую красавицу. Отборочный этап уже стартовал в соцсети. Обладательницам огненной шевелюры нужно заполнить анкету. Ее можно найти в группе «Рыжая красавица» и отправить фотоорганизаторам. Полуфиналистки определятся по итогам онлайн-голосования. Финал конкурса пройдет на Центральной площади. Победительниц назовут 14 сентября. Сегодня в Ижевске проходит зональное первенство по футболу. Юношеская команда «Зенит Ижевск» встречается с Челнинским «Камазом». Наши спортсмены являются фаворитами. После пяти игр в их активе пять побед. Город Водкинск рискует остаться без тепла, если местные коммунальщики не погасят долги за электроэнергию. Уже сейчас ограничена подача ресурса на котельные, которые обслуживают муниципальные предприятия, коммунальные тепловые системы. На него вместе с Водкинским водоканалом приходится 60% всей задолженности коммунальщиков Удмуртии. Учитывая ситуацию, энергетики обещают действовать очень жестко. Это мера эффективная, потому что без электроэнергии котельные работать не могут. Начинается отопительный сезон, начинается проверка готовности котельных к отопительному сезону. То есть без электроэнергии эти процедуры провести нельзя. То есть, еще раз повторюсь, пока не будет погашена задолженность, то есть включать котельные не будем. Большие долги за электричество сегодня и в игре, и в комбарке. А в целом за все виды потребленных энергоресурсов, включая газ и тепло, общая сумма задолженности превышает 3 миллиарда рублей. Она немного снизилась благодаря ужесточению контроля со стороны правительства. Как результат, сегодня готовность всех объектов к отопительному сезону в Удмуртии превышает 80%. В Удмуртии на треть увеличат площади подпосев озимых зерновых культур. Таким образом, республика намерена компенсировать потери в сборе урожая. Половину его селяне уже собрали. Результаты более чем скромные. В этом убедилась Вероника Ваулина. Александр Котовалов первое лето работает на комбайне. Техника еще ни разу не подводила. А вот сегодня не повезло. Но не только поломка комбайна расстраивает молодого специалиста. На этом складе всего 40 тонн зерна. Это очень мало, говорят селяне. Весь ячмень пойдет на семена. Мне хватило дождя из-за этого. А так и надо. Все покрытнее было. Дожди в Шарканский район нынче заглядывали редко. Чаще проходили мимо полей. 3000 гектаров земли засадили пшеницей и ячменем рожью кукурузы. Однолетними и многолетними травами. В итоге в этом году с одного гектара убрали около 10 центнеров урожая. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. На семенах хватит, признаются руководители. А вот чем кормить скот? Или покупать будем зерно, или будем приобретать комбикорма. Но вот этого, я думаю, что хозяйство снижать, скажем, производство молока и мяса, вот этого мы не собираемся. Дойное стадо не тронут, но поголовье скота все равно придется снизить в два раза, сожалеет глава хозяйства. И такая проблема почти во всех районах республики. Ответы из Москвы о возможной помощи селянам до сих пор не приходило. Вероника Ваулина, Илья Дериндяев, Альбина Гореева, телеканал Моя Удмуртия. По федеральной системе расчетов селяне республики пострадали на полтора миллиарда рублей. Это фактические затраты на посевную, а не потери урожая. Но получение и этой компенсации еще под вопросом, об этом накануне говорили в госсовете Удмуртии. «Пока мы только питаем надежду, что эта компенсация у нас будет. Документы все подготовлены, отправлены в Минсельхоз России. Они там рассматриваются, делаются заключения соответствующие. И я думаю, что решения будут приняты, но все наши желания, которые мы туда отправили, они вряд ли будут реализованы». Поддержка сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи, будет оказана в любом случае, вне зависимости от решения Минсельхоза России. Компенсировать потери готова республика. Помощь будет адресной. На заседании постоянной комиссии АПК также обсудили необходимость страхования посевов. Соответствующего решения ждут от федерации. Ижевские школьники собирают подписи на восстановление уникального исторического памятника – дачи оружейника Петрова. Дом известного до революции промышленника и мецената ребята обнаружили случайно и загорелись идеей возродить особняк. Анастасия Редько подробнее. Такого антиквариата, так сказать, архитектуры нет. Она осталась единственной в своем роде. Раньше много было дач. Например, Редакимовская дача была. Но в Петровых осталась только одна, единственная. Остальные все снесли. Они приезжают сюда второе лето подряд. В прошлогодние каникулы мальчишки случайно набрели на этот старинный особняк и закрутилось. Весь учебный год они не отставали от историков и краеведов. Перерыли интернет и накопали столько информации, что хватит на большую исследовательскую работу. Нам рассказывали, что она создана в 1913 году. Архитектор был Чарушин. Это тот самый известный архитектор, который возвел в Ижевске Свято-Михайловский собор. Историки предполагают, что он спроектировал и эту дачу на Воложке. Дом строил для своей семьи ижевский оружейник Петров. У него была своя фабрика и магазины по всей Российской империи. За оружиями, которые делал Ижевчанин, приезжали даже из Англии. Петров был богат, но денег своих не жалел. И в дореволюционном Ижевске считался самым щедрым меценатом. Построил он Архангельский собор в Зарике. Это прямо на его деньги на Петрова был построен. Ильинская церковь была построена. Михайловский собор, староздание иконостас. Он полностью сам оплатил, выделил все средства. Там уникальный был иконостас. У Петрова было пять особняков. Этот был летним для отдыха. Каждые выходные здесь проводили гуляния с танцами, летом катаниями на лодках, а зимой на коньках. Усадьба построена в стиле модерны, построена на совесть. Пережла и революцию. Тогда, кстати, и прикрыли фабрику Петрова, а он с семьей уехал из Удмуртии. И годы войны. Зато сегодня, в мирное время, этот красивейший исторический объект находится на грани уничтожения. Если до перестройки за ним хоть как-то следили, после 17-го здесь была здравница, а в 50-й пионерлагерь, то в 90-е окна заколотели, а на забор повесили большой замок. Спасти модерновый тюрьмок просят ржавские школьники. Несколько дней они ходят по поселку, рассказывают местным жителям, с каким историческим прошлым те живут по соседству. И собирают подписи за восстановление дачи оружейника. Бумаги дети собираются передать в Республиканское министерство культуры. Мне кажется, тут надо сделать музей, сделать театрализованные экскурсии, какую-то зону отдыха, что-нибудь, что можно будет сделать самим. Там, например, письмо написать, там каким-нибудь штампиком поставить. Восьмиклашки, говорят, готовы помогать строителям при восстановлении здания, а в будущем с субботниками. Анастасия Редько и Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». На сцене русского драмтеатра появится бассейн. Он нужен для новой постановки. Украинский режиссер Сергей Павлюк приступил к репетициям чеховской «Чайки». Эпатажный и непредсказуемый мастер приготовил сюрпризы для ижевской публики. Нашему корреспонденту Яне Городилову он разрешил заглянуть за кулисы. Зацепила? Значит, я сейчас буду задавливать. Все, есть контакт. Опять сорвалась. Это та же рыбалка для вас. Самый эпатажный и эксцентричный украинский режиссер, так называют Сергея Павлюка. Подобных эпитетов в его адрес стало еще больше после появления «Чайки» в репертуаре Николаевского украинского театра драмы. На сцене горит огонь и льет дождь, от которого герои спасаются в самой настоящей рыбацкой лодке, плывущей по озеру-бассейну. Я уже давно не боюсь людей, которые говорят, Шекспира так не ставят, Чехова так не ставят. Я приблизил это все к некой треплевовской пьесе, о пустоте, что все умерли, птицы, то есть ничего, никакой декорации, кроме этих маленьких островков, где существуют персонажи. И вокруг вода. При всем этом Чехов остается Чеховым. Главное действие пьесы, как говорил сам писатель, это пять пудов любви, скорее даже не романтической, а не разделенной и моментами трагичной. Мне очень нравится, я играю Аркадию, но мне безумно нравится. Ну как близко. Конечно, это не я в жизни абсолютно, тем более взаимоотношения с детьми неприемлемы. Допустим, я бы, у меня тоже сын, но я никогда бы в жизни, то есть это страшно. Пока актеры учат роли в театральных цехах, словно наступил 19-й век. Богато украшены вышивкой платья, дворянские костюмы и соломенные шляпки. Атмосфера добавит и музыкальное оформление, народные песни и русские романцы. На сцене никакой традиционной для чеховской пьесы конкретики ни «Зеленого берега озера», ни намека на помещи и усадьбы. Только вот такие громоздкие двухъярусные металлические конструкции, как зримый образ нашего железного века, в котором конфликт может происходить вне зависимости от времени и пространства. Поэтому эта постановка будет точно близка современному зрителю. Я наградила Вырослана Рюхметова, телеканал «Моя Удмуртия». Кстати, русский драмтеатр сегодня готовится к еще одному важному событию. В начале сентября стартует лаборатория молодых режиссеров. На этот раз участники представят свое видение Шекспира. Какой спектакль больше понравится ижевским зрителям, тот и войдет в репертуар театра. Если в прошлом году у нас были каждый вечер читки современной драматургии, потому что пьесы были незнакомые, то в этом году мы решили пойти по другому пути и организовать несколько другие мероприятия. Прежде всего, это будут открытые репетиции. Помимо открытых репетиций, для всех желающих будут проходить дискуссии, мастер-классы и просмотры спектаклей английских классиков. Как и в прошлом сезоне, вход на все мероприятия лаборатории бесплатный. На этом у меня все. Удачного вам дня и до свидания.